Лучшее за 15 лет, в том числе «Вселенная Баха», «Танго для тебя», «Болеро» и «Полетим вместе на Луну». Кроме этих программ, «Сибирский брас» впервые исполнит сложное произведение – пьесу для двух Валторн, которую изучали около трех месяцев. В 2000 году они вряд ли мечтали о таких успехах. Тогда несколько музыкантов-единомышленников из симфонического оркестра уехали в Европу на заработки. Выступали во Франции, Германии, сделав себе имя на Западе, вернулись на родину, получили приглашение из филармонии. Сегодня в России такие коллективы можно пересчитать по пальцам одной руки. Не во всех регионах это видят, понимают, необходимость не поддерживают. Здесь у нас руководство филармонии всегда шло навстречу и идет навстречу. Поддерживает коллектив во всем. О таких говорят, любое произведение исполнят даже с закрытыми глазами. Несколько лет назад на гастроли в Россию приехали немецкие музыканты из прославленного коллектива «Герман Брас». Однако выступление оказалось под угрозой срыва. Тромбонист не мог выйти на сцену. Накануне он сломал ногу. Организаторы концерта стали искать замену и нашли в новосибирском ансамбле. Наш земляк не ударил в грязь лицом и всю программу отыграл блестяще. Теперь, по мнению Василия Соколова, стоявшего у истоков создания коллектива, подобрали оптимальный состав. Десять человек играют на духовых, один на ударных. Этот состав такой универсальный, так скажем, да. И элементы джаза безударных, как говорится, они не слушаются, так скажем. Мы играем и барокко, и классику, допустим. Там, в принципе, ударные как бы не нужны. Сыграв лучшие за 15 лет, они их после финального поклона не спешили за кулисы. Сразу после концерта для зрителей устроили конкурс на лучшее фото с музыкантами. Победители, это авторы трех самых удачных снимков, получили подарки от юбиляров. Билеты на новогоднюю программу сибирского браса «Сакс в большом городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова